добрый день мои дорогие сегодня вот с утра решил сгонять в наш маленький ну не маленький мировых масштабах маленький город да углопился сделать кое-какие-то покупки это вообще думал что в городе съемкой не буду заниматься что-нибудь да можно в общем хочу снять ту дорогу как я еду в центр города ну и немножко потрензеть что по сторонам вот сейчас мы проезжаем ехали только только в город приезжаем поселок дср я название буду называть по-старым как по-старому то есть тут было дср расшифровывается как дорогостроительные районы мы так вот жилые дома построили и появился поселочек днем радар стоит я надеюсь я не попался на приз вперед понемножку планах заехать в центр города на рынок пить шапку зимние а то уши мерзнут и зайти в магазины а мы снежную лопату заехать строим магазин купить если она там будет говорят нынче дефицит такие вещи тут налево тоже строительный магазин он такой небольшой там наверно ничего нет впереди заезжаю поселок стропы налево уходит дорога краслава дальше витебск по правому берегу реки долга водвина я тут местами буду говорить местами молчать потом попробую как-то это все ускорить вот официальная граница долга пилса тут начинается впереди справа знак стоит то есть уже в черте города находится поселок стропы или стропы остров поселок небольшой тут справа уже озеро тоже стропская называется слева там лес надпище но там вперед не поеду это трасса санкт-петербург-варшава пересекает город есть объездная дорога но я обычно в центр города еду немножко ну круголя даю просто там проще не надо торгаться после топором просто едешь и едешь мне как деревне так лучше нравится вот с утра вчера еще 18 градусов минус было сегодня уже только минус 2 и с асфальта виде идущие машины подымают грязь регулярно запрызгивается лобовое стекло сейчас относится в топоре направо и дальше направо тут и пересекают ромайную ветку ее только два года назад как построили раньше тут травмай сворачивала в лес но немножко вперед устроить удлинили эту ветку закольцевали на лево часть больницы туберкулезный центр или инфекционная как правильно называть осталось слева а тут такая как зона черти города лес сосновый там была часть одна больница расположена и справа сейчас подъезжаем большая больница центральная региональная сейчас даже называется и правильно сделали что тут построили травмайную ветку а то раньше людям приходилось ходить пешком с трамвая по метров 300 вот справа и находится эта больница 12 этажей стоянка снег везде его вот эта улица тут машина не стояли но сейчас не знаю почему но очень много машин стоит около больницы стоянки все забиты и тут даже по краю улицы трамвая на якуте слева остается вернем направо так вернули направо иди как раз травмайчик как по заказу это куплены не так давно эти траваи производства российского завода кажется если я не ошибаюсь именно этот их несколько купили новых но я на них не катаюсь непривычно деревенского по травмаям шастать такая дорога такую петлю делает впереди озеро стропы тут летом променад его еще строят люди отдыхают ходят где-то пляж вот эти знак такой стоит тарзанцы написано тарзанцы но там там трасса тарзанка так называемая даже мои знакомые из других городов приезжают я даже не знаю где находится впереди такой ну тихий район но домики такие приличные как парковой лесной зоне можно было строить только там где были фундаменты старых домов никто мог выбить разрешение ну и так появился появился тут часть поселка дальше там район дач и так далее тут проезжаем это километр по лесу тоже как зона отдыха в лесу там находится эстрада городская и скоро заедем в очередной микрорайон ну и вот уже впереди видно уже многоэтажки девятиэтажка наверное пятиэтажки этот микрорайон называется по-старому микрорайон химиков потому что в советские времена тут построили огромный завод химического волокна слева тут травмайное допо одно из вот блин и этому грузовику надо туда поворачивать куда мне надо ну впереди там жилые дома они построены где-то 60-е и 70-е года после войны тут говорят только ветер песок гонял в этом районе сейчас тут застроено вот справа тут уже район начинается завода химического волокна ну часть сна сносит вот это здание тут заводик exon cables французы какие-то кабеля для автомашин делают жгуты или что-то такое ну вот справа у вас машина плохо видно ну были корпуса огромные завода химического волокна но они сейчас вставали очень долго но здание огромное никому не надо и сейчас потихоньку уже сносят кто-то наверное выкупил землю и так далее а кстати эта улица называется Виштю как и мой поселок ну и люблю в центре ехать по этой улице она такая более-менее спокойная тоже вот дома построены пятиэтажки ну и как в всех городах союза один проект справа сейчас тут тишина а летом завод цемента производят цемент и бетоны вот впереди вот это большое здание тоже советских вон ранен завод приведенных цепей но еще наверное работает говорят филиал даже есть в Германии черт его знает тоже там всякие объявления что сдается помещение а слева территория там частная застройка только крыши торчат домиков в 90-х город довольно недорого продавал участки в том месте где в советские времена была такая так называемая арт база ну завод где ремонтировали пушки какие и как не знаю но это был военный завод какой-то а потом военные уехали и осталась территория никто не хотел сначала покупать там ничего но умные купили вот сейчас такой микрорайончик ну строится еще достраивается ну культурно улицы конечно еще не достроенные вот очередное кольцо которого тут раньше не было сегодня тут движение еще еще есть а мы с кольца направо съемка одной рукой с телефона вот тут дым крутится с этого серого здания это латвия смазникс в общем хлебопекарня хлеб пекут и тоже не знаю какой марки хлеб не обращал внимание покупаю хлеб и все вот эта дорога тоже не очень-то давно уже построена так переезд вверху справа остается микрорайон как раньше называли первомайка сейчас наверное новый форштад вот даже стыдно что не знаю правильное название ну я говорю раньше тут был такой как захолостный район но построили новый микрорайон потом трудно к нему было добираться но теперь довольно оживленно впереди там за кустами за болотами крепость Далгопилская Динобурская Двинская тоже построили через это болото уже асфальтированную улицу дорогу а раньше там ничего не было вот как меня заболтало вот и скоро скоро уже центр города как всегда ничего так интересного особенно зима а день сегодня такой ну решил заснять мою поездку может кто-нибудь смотрит знаю что смотрит раз Белоруссия и Россия и Украина может кто-нибудь когда-то был да посмотрит если интересно вот справа тут район гаражей треугольник так называемый впереди впереди ну лет 20 обратно построенная новая дорога переезд через железную дорогу когда-то этого не было сейчас построили удобнее до центра добираться с этого края есть построенный и люди едут и пользуются сверху там железная дорога петля такая заходит на вокзал и на мост идет через двину справа территория долгопилского автобусного парка забор не видно там автобусы стоят скоро уже будет центр не буду вас долго утомлять сейчас опять через железную дорогу направление из Риги дальше в Беларусь слева там уже вокзал и так далее а справа микрорайон северный северный городок ну просто северный называли раньше там он был построен для офицеров потому что впереди там уже виднеется часть долгопилской крепости там было учебное заведение долгопилское училище высшее ну в общем училие авиационных инженеров и опять сворачиваем вот знак центр а тут сюда в этот магазин я на обратном пути заеду депо называется придумали название строительный магазин ну магазин строительный и так далее самое большое городе вот площадка тут не люблю я этот магазин но как говорилось хочу купить пару лопат чистить снег все сломались дома а у других может не быть а тут может еще и что то есть сегодня был с утра еще в городе Резакне ну там безнадежно там такой же магазин был но он сгорел в прошлом или позапрошлом году до фундамента остался там один большой магазин ну и там черт голову ломает тут такая раньше как пустыри были справа промзона ничего особенного но иди переезд старой через железную дорогу и слева видно долгопилская вышка телевидения начинается уже как бы поселок железнодорожников наверное назывался раньше это уже совсем рядом с центром метров сто вперед уже железнодорожный вокзал вот тут впереди олимпийский центр тоже недавно построенный будет она ему спортом занимается отдыхом название громкое олимпийский центр вот уже скоро я перестану испытывать ваши терпения потому что уже почти подъехал туда куда хотел к рынку но там движение надо быть осторожным брошу я телефон может потом пешком покажу что-нибудь поснимаю а пока пока пауза в общем не прошло и полчаса как я выбираюсь с города но не люблю я в городе быстренько пробегал сделал свои дела вот только что вышел с этого магазина который называется магазин склад строительной техники но там продают все и стройматериалы инструменты и даже продовольствие и покрышки в общем не люблю я этот магазин но пришлось зайти и только пару кадров еще немножко дальше ну и под финиш моего путешествия вот рядом с магазином тут такой плац вообще-то это раньше были болота огородики такой окраина города ну что я тут я хотел снять вот тут плац автомобиль торгуют перекупы и баньки вот эти такие как с бруса сделанные ну вот цена наверно 2000 начинается со всяких конструкций ну что ж на этом попрощаюсь с вами и до следующих встреч пойду искать машину ну